Итак, оперативная обстановка. В оперативной обстановке резких изменений не произошло. В основном ситуация на всей линии фронта более-менее стабильная, даже есть тенденция к уменьшению количества атак со стороны противника. Самая горячая линия или огненная дуга, как я ее называю, она остается неизменной, она от Купенска и до Маренки. Пока что на запорожском направлении есть небольшое движение, но это мы сейчас обсудим. Итак, по порядку. Количество атак за прошедшие сутки у нас снизилось до 69 на всех горячих оперативных направлениях. Я думаю, что это может быть связано в том числе и с визитом китайского лидера в Москву. Почему? Потому что вряд ли Россия готова сегодня, Путин готов демонстрировать сегодня свою агрессивность на линии фронта. Тем более, что Китай публично высказывается за прекращение огня и вообще за остановку этой войны. Поэтому можем предположить, что в ближайшие, ну до среды включительно, это два дня визит, по 22 число запланирован китайского лидера. Мы можем, скорее всего, будем наблюдать некоторое снижение интенсивности боевых действий на основных оперативных направлениях. Таких, как Купинская, Лиманская, Бахмутская, Авдеевская и Марьинская. Противник, ну по порядку с севера начнем. На севере у нас ситуация стабильная, без изменений. Единственный раздражитель и наше, как бы, отвлечение внимания, это постоянные взлеты и посадки МиГ-31, которые базируются в Мочулющах на территории Белоруссии. И почему? Потому что самолеты являются носителями ракеты Кинжал, соответственно, с их взлетом и посадкой мы вынуждены объявлять воздушную тревогу по всей территории Украины, потому как дальность пуска ракеты Кинжал, я напомню, 2,5 тысячи километров. То есть они покрывают всю территорию Украины. Являются, ну заявлены они как гиперзвуковые, можно точно сказать, что сверхзвуковые. Поэтому на сегодняшний день пока что в Украине нет комплексов, которые бы успешно могли бороться с баллистическими ракетами. Давайте сразу оговорим вот этот пуск ракеты, якобы состоявшийся или не состоявшийся, электронный пуск ракеты, некоторые его называют. Дело в том, что невозможно засечь имитационный пуск ракеты. Технически это невозможно, потому что как такового пуска нет. Если же летчики проводили имитационные пуски ракет, то это заканчивалось нажатием кнопки в кабине пилота. И срабатыванием устройства, которое дает команду ракете на старт. То есть сбрасывает ее с крепления самолета и соответственно дает команду на запуск маршевого двигателя самой ракеты. И она продолжает свое движение. Если это были имитационные пуски, то никакая ракета никуда не сбрасывалась. Если это были не имитационные пуски, некоторые издания и некоторые источники говорят, что засекли ракету, скорость 1400 км в секунду, огромнейшая скорость. Но вопрос, а куда же она тогда делась? Где эта ракета, куда она улетела? Дело в том, что средства ПВО наши, они не могут ее сбить, но они ее видят. Они видят курс и должны дать точку ее падения этой ракеты. Если это была учебная ракета с головным весовым макетом, учебно-боевая ракета, то все равно она должна была упасть. Это же материальная вещь, это же не иллюзорная какая-то штука. Так что здесь единственное изменение ситуации, это в том, что возникают разные интерпретации раздражения нашего общества путем взлета и посадки вот этих самолетов МиГ-31, которые находятся на аэродромах в Белоруссии. В остальном, обстановка стабильная, мы наблюдаем друг за другом, обе стороны усиливают в инженерном отношении свою государственную границу. Мы и они, обе стороны, и белорусская, и наша, украинская, проводим учения с войсками прикрытия государственной границы и готовы к любым нештатным ситуациям. Что касается Слобожанского и Северского направлений, то тут обстановка тоже не меняется, идут обстрелы. К сожалению, это, будем так говорить, это слабое место Ахиллеса Бапита, наше, когда Российская Федерация может использовать тактику ведения боевых действий, которую они отрабатывали на протяжении 8 лет вдоль линии разграничения по минским договоренностям. А мы постоянно объявляли в основном в одностороннем порядке прекращение огня. Здесь немного ситуация другая в том плане, что здесь не линия разграничения, выписанная непонятно кем, но подписанная нами. Здесь государственная граница Украины, и поэтому обстрелы идут через государственную границу, но ситуация такова, что политическое решение наше состоит пока в том, что мы не отвечаем. Мы не наносим удары, официально не наносим удары по территории Российской Федерации. Поэтому обстановка остается неизменная, наши населенные пункты или наша территория обстреливаются. За прошедшие сутки были обстрелы во всех трех областях, досталось довольно большому, более 20 населенных пунктов или территориальных громад, так будет правильнее, потому что в большинстве разрывы ложатся не по самим населенным пунктам, а по отдельным строениям или по отдельным объектам инфраструктуры. Что касается самого горячего направления, Бахмут. В Бахмуте ситуация остается крайне тяжелой, но скажу так, что гарнизон города в принципе довольно успешно отражает все атаки противника. И довольно неплохо мы стабильно держим южный фланг за городом Бахмутом. Северный фланг за Бахмутом, здесь обстановка будет похуже. Противник иногда имеет частичный успех в плане продвижения на несколько сот метров глубину нашей территории. Но в основном, я бы даже сказал, что если брать на протяжении последней недели, то скорее всего тенденция идет к тому, что российские войска выходят на плато. На плато своих возможностей. Ну, ничем они больше удивить нас не могут. Увеличить количество атак, да. Это нам создаст определенные сложности. Но бросить там в бой свежие резервы, да, они могут. Но опять же только людские. С техникой и вооружением у них довольно, я бы сказал, сильно напряженная ситуация. Ну, и спускаемся ниже. Поэтому Бахмут пока стоит. Ситуация там крайне тяжелая. Крайне тяжелая. Но тем не менее, мы держим оборону. И за последние несколько, уже даже суток, я бы отметил, мы более-менее ее стабилизировали. Я имею ввиду оборону как в самом городе, так и на северном и южном флангах за городом. Что касается Авдеевки. Тут очень интересные события начинают развиваться. Дело в том, что российское командование, видимо, решило создать второй очаг напряженности. Это Авдеевку. И Авдеевку они пытаются развивать наступательные действия точно по тому же лекалу, как и на Бахмуте. Видимо, ну, как мы говорим постоянно, что они, может быть, и понимают, что происходит, сущность процессов, но они ничему не учатся. Или не могут обучаться. Поэтому они начинают на Авдеевке применять те же методы. Это штурмы, людские волны атак на нашей позиции с попыткой прорвать оборону или продавить оборону, вытолкать нас, просто вытолкать с рубежей обороны. Пока что все безуспешно, но тем не менее интенсивность потихоньку вот этих волн наступления со стороны Российской Федерации, она начинает нарастать именно на Авдеевском направлении. Именно вокруг населенного пункта Авдеевка. Там тоже небольшой выступ на карте, если вы внимательно посмотрите. И, видимо, в Генеральном штабе Российской Федерации решили, а что бы не попробовать. Вот мы Бахмут вроде как в полукольцо взяли, давайте попробуем теперь Авдеевку взять в полукольцо. Там же же никто не смотрит на количество потерь или на количество необходимых ресурсов для того, чтобы это осуществить. Нет, они пытаются найти какой-то позитив в своих действиях или обеспечить, точнее, позитив в своих действиях, чтобы отрапортовать Путину о том, что задача, политическая задача по оккупации или по захвату Донецкой и Луганской области выполняется. И тому орать на них не надо. И они, в принципе, стараются как могут. Как в той присказке, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Вот Российский Генеральный штаб воюет, пытается воевать так, как умеет. Еще южнее, Запорожское направление. Здесь была активность. Мы сходили в небольшие атаки. Я думаю, что это, и в принципе, сейчас некоторая информация подтверждает, что это была разведка боем. Мы прощупали оборону противника. Это первый момент. И второй момент. Такие походы в наступление, они дают возможность Генеральному штабу оценить реакцию войск противника на том или ином участке фронта. Мы с вами этого не замечаем. Но для Генерального штаба ситуация очень даже заметна и очень показательна. Почему? Потому что они видят то, что происходит за линией фронта. Просто атака одной-двумя ротами, какого-то участка, втягивание в бой, развитие боевых действий и вроде как наступила тишина. Но дело в том, что потом разведка рассказывает, какова реакция в органах управления, какие войска, куда начинают двигаться, перемещаться. Потому что Россия не может. И, кстати, сразу же есть ответная реакция. Наши атаки состоялись несколько дней назад, а сейчас российская сторона пытается атаковать на запорожском направлении наши позиции. Безуспешно, но пытается. Это ответная реакция, которая, в принципе, предсказуемая, предугадываемая. Но они не могут не ответить. Это демонстрация того, что они там готовы, что у них достаточно войск и что они будут там все это защищать. Упорно и сильно. Ну и хочется отдельно отметить, наверное, Углидар. У Глидар там ситуация, ну я бы сказал, немножко даже такая нестандартная. В том плане, что вот эту 155-ю бригаду, которую мы так сильно и хорошо пошинковали, нанесли ей потери, особенно в личном составе. Ее доукомплектовали мобилизованными. И эти мобилизованные особо не хотят идти в наступление. А тем более, пообщавшись, видимо, с другими военнослужащими, и когда те рассказали, что для россиян это не секрет, что Углидар превращен в укрепрайон, что мы там очень прочно сидим. Вот. Они не хотят идти. И командование Российской Федерации принимает решение прислать еще одну бригаду с Восточного военного округа. То есть оттуда же из-за Урала едет 37-я бригада. Здесь немножко, чтобы вы не путались, я разъясню. Тут небольшая получается манипуляция цифрами. Едет 37-я бригада 36-й армии. Поэтому некоторые либо путают 36-я, 37-я цифры, а некоторые говорят, что две бригады едут. Нет, едет одна бригада. Предположительное время развертывания этой бригады 24 марта здесь уже в Украине на Запорожском направлении. Так что после 24 марта мы можем ожидать в районе Углидара повышения активности со стороны войск противника. Но особенность в том, что традиции, мы говорили с вами неоднократно, традиции они же незыблемы. Особенно в Российской Федерации, где все на скрепах построено и скрепы берутся как цемент за основу идеологии государства. Так вот, все что было за Уралом в Советском Союзе всегда имело характер кадрированных частей или частей сокращенного состава. Часть сокращенного состава это не более 30% укомплектованности от штата мирного времени, не военного. Есть еще понятие мирный военный штат. Так вот, бригада, которая едет, это 37-я бригада, она очень сильно недоукомплектована. Как говорит нам, как сообщает нам наша разведка. Сильно недоукомплектована, это значит, что может быть больше половины личного состава в этой бригаде на сегодняшний день есть. И вот в таком вот урезанном варианте эта бригада движется в Украину, где-то на эшелонах. В готовности, ориентировочный срок прибытия, я вам сказал, 24 марта, в готовности вступить в бой в районе Углидара. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ну и остается Херсонское направление у нас с вами. Здесь ситуация не меняется. 27 населенных пунктов подверглись огневому воздействию со стороны российской артиллерии. Мы пытаемся вести контрбатарейную борьбу. Противник иногда периодически предпринимает попытки ведения диверсионно-разведывательной деятельности. Мы их пресекаем. Ну а в остальном река Днепр является довольно хорошей преградой, естественной преградой, разделяющей противоборствующие стороны. Поэтому, кроме огневых ударов артиллерии, в принципе, здесь ситуация более-менее стабильная. Ну и в завершении военной обстановки, немножко статистики из того, какой урожай собрали силы обороны за прошедшие сутки. Итак, за прошедшие сутки авиация силы обороны Украины нанесла удар по трем зенитно-ракетным комплексам БУК-М1. Семь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила состав с боеприпасами врага. То есть наша артиллерия уже начинает работать. Состав с боеприпасами это уже глубина где-то километров 20 и более 30 от линии фронта. То есть наша авиация уже начинает потихонечку доставать их в глубину. И, кстати, надо отметить, смотрите, если мы добрались до таких комплексов, как БУК, то есть сегодня уже не идет там речь о комплексах С-300 уничтоженных. БУК это средней дальности до 80 километров, это войсковой комплекс. Это говорит о том, что мы потихонечку очень сильно или очень успешно прорежаем систему ПВО противника. Увеличение количества парка самолетов может дать хороший результат в плане нанесения огневого поражения противнику. Вспомните, как проходила Херсонская операция на правом берегу. Мы выбили большую часть ПВО российских войск и, соответственно, наша авиация получила господство в воздухе. И при поддержке артиллерии мы вынудили противника уйти с правого берега. Так что здесь такая же примерно тенденция. Также в то же время наши защитники, имеются в виду силы обороны, в общем, уничтожили российский БПЛА типа ЗАЛ. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский зенитно-ракетный комплекс ТОР, а это ближний радиус действия, то есть это уже войсковое ПВО. Три района сосредоточения личного состава военной техники противника и три средства радиоэлектронной борьбы оккупантов. В общей сложности за прошедшие сутки наши воины ликвидировали 700 российских захватчиков, также противник, враг потерял 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 1 беспилотник оперативно-тактического уровня, 2 средства ПВО, 8 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Вот такие военные новости произошли на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона.